Sony даже не думают идти на поводу у рынка, они выпускают свое для своих. Назовите мне хоть одну похожую компанию, и я скажу вам, хватит фантазировать, потому что таких нет. У меня были Xperia 5.2, Xperia 5.3, 10.4, 1.4, 5.4. И вот прошел год, и мы не должны увидеть что-то новое, потому что индустрия замедлилась. Все, что нам нужно, это более мощный процессор, улучшение качества фото, алгоритмов, новое защитное стекло, может быть, и обновленные модули связи. Потому что идея у этой линейки изначально классная, они узкие и вытянутые, из-за чего они большие, но при этом удобно лежат в руке. А также идеально подходят для соцсетей, сериалов и со-звонов, а также для резни в Call of Duty Mobile, или как я иначе это называю, SSR. Сегодня я поделюсь опытом использования Xperia 1.5, а потом где-то на неделе расскажу про 5.5, потому что как будто бы он даже интереснее, но о нем позже. Но все начинается здесь, и мы тоже начинаем здесь. Где купить любой из актуальных смартфонов Sony? Да, конечно, в интернет-магазине Cyprus. Им уже 15 лет, они доставляют по всей России и дают гарантию в 3 года. Кроме того, вы можете получить подарок от канала по волшебному слову Power. Добавляете товар в корзину, переходите, вводите это поистине волшебное слово и выбираете себе приятный бонус. Например, блок питания, потому что его нету в комплекте. Взяли вот такой Xperia 1.5 в керамическом цвете и как будто вы в сказке. Комплектация такова, что в коробке даже нету кабеля, там нету вообще ничего, кроме смартфона и какой-то документации. Было бы, кстати, забавно, если бы Sony клала компактные диски, это был бы свой путь. Напомню, что еще 2 года назад в комплекте были наушники с золотым напылением на конце. Gorilla Glass Victus 2-го поколения, это, конечно, хорошо, но у меня было аналогичное стекло в Galaxy S23 Ultra. Ультра. Ура. И за 2 месяца там появилось более 2 царапин и бывали даже глубокие. К слову, здесь тоже 1 царапинка, но есть. Снимать это не буду, но, поверьте мне на слово, здесь она есть и в целом под углами она заметна. Но, с другой стороны, с этим я даже лазил по горам, летал на самолете, а как знаете, там постоянно все вперемешку, кони, люди, там дисплей постоянно оказывается рядом с ключами и вот в таком сценарии. Все-таки он повел себя неплохо. Окей, не будем гнать на Gorilla Glass, просто скажу, что царапины все равно будут, но не в таком большом количестве, как это было бы на Pixel, где Gorilla Glass 3-го поколения до сих пор, по-моему, так. Но вот что более странно, сзади Gorilla Glass Victus первого поколения, но вот это стекло выполнено как крупная наждачная бумага и она сильно дешевит это устройство. Например, там обзорщик на BigGeek'е сказал, что это делает смартфон премиальным. То есть вот эти вот все рамки, да, рамки делают, потому что они сделаны такими острыми, необычными. Кнопочки собраны замечательно. Сборка на высшем уровне, это в этом плане да, но вот именно эта задняя панель, она не добавляет премиальности. Она наоборот ее забирает и смартфон не выглядит на 100 тысяч рублей именно из-за нее. Так что здесь Sony хотелось сделать так, чтобы его не надо было убирать в какой-то чехол. Ну потому что это точно цепляется за руку, это не скользко, это практично, но все равно его хочется убрать в чехол, потому что это сильно дешевит смартфон. Отдельно хотел бы отметить кнопку, которая выполняет функцию затвора, то есть вы можете ее половину зажать и сделать фокусировку на объекте и нажать полностью и сделать снимок. Вы наверняка уже не можете ждать, поэтому давайте сразу перейдем к камерам. Что на этот раз? Это по-прежнему самая натуральная картинка и у этого миллионы фанатов по всей планете. Есть люди, которые устали от светлых теней в пикселе, от шампанских цветов в айфоне, от мультяшного самсунга, от контрастного Nothing или Asus. В общем-то Sony в этом плане тогда панацея и даже не плацебо, потому что тут прокачали авторежим. Алгоритмы даже ночью выдают натурального цвета картинку, без засвеченного неба, как у конкурентов. Сейчас зима, большую часть времени темно и это важно. К тому же Sony создан для ручных настроек. Если вы профессиональный фотограф, вам это понравится. Основной модуль, широкий и телефото и фронтальная камера выдают одинаковую картинку. Также отмечу, что в прошлом году телефото часто снимал будто в тумане. Теперь такой проблемы нету. Но с фото на самом деле более-менее понятно. Вы можете загуглить примеры снимков и все станет ясно. Можете там зумить, приближать, сколько угодно, смотреть детали, вдаваться в подробности. Все это есть в интернете уже давно. Гораздо интереснее с видео. Для него тоже существует отдельное приложение и там точно так же можно настроить миллион различных параметров. Но, к сожалению, до сих пор нету плавного перехода между линзами. Приходится ставить на паузу и только потом перемещаться между телефото основным и широким. Напомню, что в Самсунге можно даже без прерывания записи переключиться с основных камер на фронтальную. То есть вы можете выбрать 16 миллиметров, 24 миллиметра и 85-125. Вот здесь интересно. Да, здесь та же самая фишка, что и в предыдущем поколении. Телефотомодуль имеет оптическое приближение за счет движения зеркал. Прикольная фишка, но глобально с этим сегодня неплохо справляются и алгоритмы. Можно просто иметь обычный 24-миллиметровый модуль и приближать на него в 5-10 раз без гигантских потерь в качестве. Но в этом вся Sony лучше аналогово, по классике, так чтобы наверняка. То же самое с мини-джеком, который здесь, конечно, остался. К качеством видео я остался доволен. Здесь, мне кажется, не обойтись без цветокоррекции дополнительной, но как будто ради этого Sony бои и покупают смартфоны от компании Sony. Да, в этом видео было мало примеров фото и видео, потому что камера практически не изменилась с предыдущего поколения. Лучше переходите в обзор Xperia 1.4, там гораздо больше примеров фото и видео, гораздо больше примеров и синематичных каких-то картинок, и просто обычных сценариев. Ну, типа, вышел на улицу, что-то сфотографировал. Также отдельного внимания заслуживает дисплей. 21 к 9, 4K, HDR, OLED, X1 Info Mobile, частота обновления 120 Гц, 10-битные цвета, пространство DCI-P3. За дисплей у Sony отвечает Bravia и CineAlto. Если видели их телевизоры, то вопросов быть не должно. Это флагман. Пожалуй, самое большое отличие от других флагманов, это контрастность. Здесь она потрясающая, на потрясающем уровне, и это важно для просмотра кино и для чтения книг. А также я бы отметил углы обзора. Здесь они одни из самых широких. А самая непонятная вещь, это режим создателя, потому что она делает картинку просто серой, ее обесцвечивает, как сейчас вот этот кадр. Мне кажется, вряд ли автор задумывал именно вот так. Я, по крайней мере, и так не задумывал. Мне нравится вот так, чтобы было ярко, насыщенно, цветасто. Ну и к большинству тоже. Режим вибрации при просмотре кино, либо прослушивании музыки, это тоже отдельная фишка. И она уникальная. Вибромоторы повторяют удары барабанов, либо басов, в общем, всего, что находится внизу. Иногда получается точно, но чаще всего почти точно, как-то вот так вот водянисто. Также из необычного это блогерский набор ценой от 10 тысяч рублей. Зато в комплекте вам будет сразу и штатив, и пульт управления. Была у меня такая штуковина год назад, я ей пользовался. Мне в целом она, ну не то чтобы понравилась, потому что, да, это полезно. Вы можете поставить смартфон где угодно, отойти, чтобы там издалека вас можно было поснимать. Там целой компанией можно собраться, чтобы поставить, чтобы было классно. Но вот для путешествий я бы ее не советовал, потому что это дополнительное место в вашем рюкзаке. Лучше взять какой-нибудь стабилизатор, как будто, да, чтобы можно было снимать хорошие таймлэпсы в движении, чтобы можно было, в принципе, ходить вот так вот и рассказывать что-то без тряски максимально, чтобы вот все было четко. Лучше потратиться на это. Но, с другой стороны, есть такие вещи, как GoPro Hero 12 Black. Вот недавно вышел обзор на канале, советую посмотреть. Получилось, к сожалению, не так интересно, потому что у меня была всего неделя, мало чего успел снять, пришлось использовать видосы других блогеров. Многие это заметили в комментариях, но зато основные фишки я вам рассказал, все, что хотел, донес. И второй вариант, это DJI Pocket второго поколения. Вот недавно тоже вышла эта камера. Очень классная для путешествий, мне кажется, идеальный вариант, потому что она достаточно компактная, при этом у нее стала больше матрица, то есть туда попадает больше света, и в целом там трехосевая стабилизация. Что касается звука. Вот, казалось бы, Sony, что может пойти не так? А на самом деле может. Например, в прошлом году мы сравнивали звук с Zenfone 9, с другими, там, тайваньцами. Тоже, там, восточная культура, но, как бы, немножко другая. И оказалось, что Asus гораздо лучше. Ну, не гораздо, там просто бас лучше. И, как бы, вот, не за лучше. Так вот, здесь Sony немножко прокачала звук, но глобально это тот же самый такой, просто средний, качественный, без звенящих высот, как в Nothing, например, или как в Techno Phantom V Flip, как мы это слушали. Звук в целом качественный, но я бы все равно советовал пользоваться для прослушивания музыки, для прослушивания кино, наушниками, либо колонками, например, от той же компании Sony, потому что так лучше. Вот YouTube посмотреть с динамиков можно, вполне. Для голоса отлично, для всего остального наушники. Но что касается звука на смартфон, то есть, как он записывается на Sony Xperia 1.5, здесь я не буду советовать покупать какие-то пушки, как это делает сама компания Sony, показывает вам вот такую комбинацию, ничего себе. Вот с этим путешествовать вообще сложно. Звук в целом неплохой, он точно такой же, как был в прошлом году, опять же, смотрите, тот видос, потому что он более исчерпывающий, там 22 минуты, по-моему, там есть абсолютно все. Тем более, что сейчас появились такие вещи, как Adobe Podcast, и можно спокойно взять, закинуть аудиодорожку и сделать ее гораздо лучше. Операционная система Android, но вот оболочка мне тут никогда не нравилась. Для меня это слишком в лоб по дизайну и жестковато по анимациям. Даже NothingOS выглядит свежее. Про игры я уже миллион раз говорил, здесь все замечательно идет. Особенно с джойстиком DualShock или DualSense и креплением под него. Как вы заметили, в этом выпуске я в целом редко ухожу в демагогию и в водолейство, потому что все я уже рассказал в предыдущем выпуске. Там вы можете все полноценно посмотреть. Это небольшое минорное обновление, где сделали дешевую крышку. Я бы советовал брать Xperia 1.4 смело, вообще никаких вопросов, потому что то же самое устройство, по сути, что-то там изменилось, но глобально ничего не изменилось. Ладно. Что касается времени работы, здесь все то же самое. Примерно полтора дня у меня выходит, где-то 7 часов экрана. Это нормальное число для такого большого формата. Ну и под конец вот по связи хотел отметить, что в этом поколении мне она прям совсем не понравилась. Она плохо берет у нас в деревне, то есть это где-то за, ну, в Ленинградской области находится. Также очень плохо дела обстоят на скоростях, где-то 120 км в час, то есть едете в машине. Смартфон не всегда успевает поймать сигналы от вышек и как бы получается, что у вас нет интернета иногда. Но это только в некоторых случаях. Понятное дело, что при обычном использовании, где-то в городе, вы сидите, никуда не торопитесь, все будет отлично. Вот такое вот минорное обновление, небольшое, ничего сверхъестественного у нас не произошло. К сожалению, в какой-то степени, но с другой стороны, да неплохое устройство было и в прошлом году. Че уж тут греха таить, там нечего было особо менять. Да, можно было бы сделать круче звук, постучаться к ребятам из ASUS, сказать, пожалуйста, помогите нам. Нам нужен классный звук, басы, дайте басы. Навалите, пожалуйста, басу с горкой. Что бы еще могло здесь быть лучше? Ну, явно не экран, потому что дисплей здесь один из самых лучших на рынке. Явно лучше, чем в Samsung Galaxy S23 Ultra. Потому что у Samsung там все-таки есть шим, там даже до 240 Гц доходит, в общем, так себе идейка. Покупать Samsung для того, чтобы прям пользоваться дисплеем классным. Здесь же у нас остался мини-джек, так что если вы фанат, обязательно покупайте. Ну и еще одна удобная деталь, что здесь можно легко достать лоток для карты памяти и симки. То есть, Sony нам как бы намекает, что это смартфон для того, чтобы прям снимать. Если там Apple и какие-нибудь Google Pixel не позволяют вам добавлять SD-карты, чтобы можно было расширять память. Здесь Sony прям явно говорит, что используйте карты памяти, все будет классно, вы снимаете много, мы это понимаем. Спасибо, Sony. Как будто бы вот у вас действительно такой небольшой фотоаппаратик. Кстати, это Xperia 5.5, на который в следующий раз мы тоже снимем обзор. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok